О кодеках. А что вам хотеть, чтобы рассказал о кодеках? Я не работаю с телефонией. Почему я буду думать о кодеках, а не один? Нет, тут не только трафик, но еще и качество связи, потому что да, еще и качество связи. Как я уже сказал, я бы эту тему, наверное, не стал того говорить, потому что это очень индивидуально. Это очень индивидуально, потому что, говоря о кодеках, это такой же холива, как спорить, что лучше, там, не знаю, там, айфон или блэкбери, там, грубо говоря, да, то есть, потому что у каждого начнется... Ну, какие параметры есть по кодекам и по принципу выбора кодеков тут жесткие, а там уже начинается, там, железный звук, бронзовый, этого никто друг не говорит. А именно, какой канал, если это радиоканал, маленький канал, то 729-м будет использоваться. Да. Но он дорогой, и за него заведомо больше денег берут. Но кто на маленьком мусорном канале 729-м кодеках, то какой. Если же черная команда большая, то бесплатно можно пользоваться. 711-м кодеках. Либо эти 323-м кодекам. Я вот почему хочу этого как раз и избежать, потому что человек, который, как он правильно сказал, когда этим пользуется, он не должен этими вещами заморачиваться. Вот, запомните, это 721-м кодеках. 11-м кодеках для широкого, 29-м кодеках. Все, вот что же добавлять надо. А? Ну, если G7 есть, еще есть такое... Нет, их, на самом деле, намного больше. Да. Лав там и так далее. Ну, их, на самом деле, очень много. Поэтому, если вот сейчас вот вы человеку скажете вот эти вот два кодека, есть оператор, который вообще на этих кодеках не работает. 11-м кодеках. Не все, честно вам скажу. 11-м кодеках. Ну, G7. Да. Вот. Поэтому, соответственно, я все-таки сторонник того, что надо именно пробовать. Потому что есть, когда он открывает, он видит тарифы, он видит сколько стоит данный кодек. Ему не надо понимать. Вот зачем ему знать физику процесса? Если я хочу, ну, он дёсово, да? Ага. Ага. Вот я говорю, надо попробовать поэтому. У всех же есть доллар, да? То есть, вы сейчас предлагаете человеку, который не разбирается, скажем так, в... Не надо, я ему даю основу. Ну, это понятно. Ну, можно и так, конечно. Я сторонник именно обратного. Что если есть понятие цена, если у тебя какая-то стартовая сумма, ты попробуй, как именно твоё железо работает. Потому что тут ещё очень много будет специфик. Ну, да, канал может быть хороший, но тебе не понравится, всё что угодно может не понравиться. В данном случае. Не знаю. У меня вот такое представление об этом деле. Пожалуй, наверное, это всё то, что я хотел рассказать. Если у вас ещё есть какие-то вопросы, можно, наверное, подойти. Почему нереально? Реально просто, опять же, GSM, GSM была рознь. Вот. На некоторых... Снежание позволяет. Да, да. То есть, ну, я говорю, что, опять же, где как. Я где-то пробовал ещё терпимо, но, в любом случае, это можно назвать терпимо. Это нельзя назвать комфортно. Это будет и замирание, это будет и более сильное эхо. Возможно звонить, если у вас свет не будет. Почему регулировать? Ну. Надо ресурс телефона, допустим, на 3G. Уже. Живёт ресурс.